Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы делаем обработку до зеленого конуса, когда у нас еще бутончик не зеленеет. Например, от грибковых заболеваний мы можем использовать бордовскую смесь, хом, медный купорос. Нужно сделать это в правильной концентрации. Таким образом, мы и защитим растений, и не навредим им. Чистка сада проводится в несколько этапов. Например, так называемое голубое опрыскивание хорошо помогает бороться с лишайниками, мхом, грибковыми заболеваниями. Такая болезнь, как парша, может поражать листья, цветы, побеги, плоды, яблони и груши. Зараженные цветки не образуют завязей. Кроме того, существуют так называемые зимующие вредители. Уже во время набухания почек выходят из мест зимовки жуки-долгоносики. Например, яблонный цветоед. Также есть сосущие вредители, которые потом могут испортить урожай. Промывка сада ранней весной позволяет избавить деревья и от них. Для этих целей в крупном садовом центре есть множество средств. Одно из них – профилактин. Профилактин тоже мы используем от вредителей зимующих. Используется уже при среднесуточной температуре плюс 4 градуса. Это тоже нужно учитывать. Достаточно большое разнообразие средств защиты. И для того, чтобы их действительно с умом использовать, но при этом у вас нет каких-то еще знаний, лучше всего прийти в садовый центр, где есть консультанты, которые вам подскажут. Кроме того, есть биологические добавки. Они безопасны и эффективны. И, кстати, есть одно очень хорошее средство – так называемый смачиватель. Иногда его называют прилипатель. Это те вещества, которые у нас усиливают действие тех или иных препаратов. Всем известно обычное садовое мыло. То есть его немножечко добавить в раствор, сделать вот эту смесь. И она очень хорошо будет способствовать именно усвоению растения тех или иных веществ. Весной нужно обязательно обеспечить корневую систему деревьев и кустарников необходимым питанием. Тогда растение будет себя лучше чувствовать и в середине июня даст хороший рост побегов. Для этого используются различные минеральные удобрения. В качестве защиты и одновременной подкормки растений можно использовать мочевину или карбамид. Это астаховский орех. Он семенной, размножается семенами. Он был посажен в семечки, потом начал расти. Ему где-то сейчас 3-4 года. Я его сейчас буду обрабатывать карбамидом, 5% раствором мочевины, для того, чтобы сделать промывание сада. Опрыскивание проводят либо осенью, либо ранней весной. Вот сейчас еще лежит снег и проводится первая обработка, когда у нас устанавливается температура где-то 4-5 градусов. А следующую обработку я буду проводить по так называемой фенологической фазе. Это фаза, когда на почке только-только появляются зеленые прожилки. Тут важно не упустить момент, потому что если мы хотим как-то это щадяще сделать, не сразу ядохимикатами, большими дозами, когда уже все заражено и у нас вредители появились. А если мы хотим именно как профилактику сделать, то мы должны понимать, что у нас увеличивается кратность обработок, но при этом мы делаем это щадяще, безопасно, как для окружающей природы, так и для растений. И поэтому это будет уже не две серьезные обработки, а где-то 5-6 обработок за полтора месяца. И вот первая обработка как раз начинается у нас сейчас, во время таяния снега. Многим плодовым и декоративным деревьям нужно помочь выйти из зимней спячки. Для этого используются специальные антистрессовые препараты, например, эпин. Он помогает адаптироваться растениям. Ее очень хорошо применять, причем многократно применять весной, начиная с ранней весны, и в осень, когда мы уходим в зиму, мы тоже его применяем. Ранней весной, когда хвоя выходит из-под зимы, она, как правило, буреет. И вот чтобы у нас защитить растение, вот это как раз от ожогов, вот в марте месяце, февраль-март месяц, основные ожоги, когда получают хвою, мы можем затем его восстановить, нашу хвою, и как раз здесь вот может помочь нам пригодиться эпин экстра. Он применяется многократно, где-то раз в две недели. Эпин выводится из растений примерно за 14 дней, поэтому применять более часто, наверное, смысла нет. Эпин также хорошо используется не только на декоративных растениях, но и на овощных. Это защищает растение, делает его более стрессоустойчивым, более устойчивым к болезням и вредителям. Вообще, надо сказать, что препарат эпин, он очень универсальный, хорошо изученный, и действительно он работает. Эпин начинает хорошо усваиваться при среднесуточной температуре 10-12 градусов. Еще один важный этап подготовки сада к удачному сезону – весенняя обрезка. Правильно сформированная крона у деревьев и кустарников улучшит развитие и рост ветвей. Перед тем, как на кустах смородины начнут распускаться почки, нужно удалять ослабленные сухие ветки. Вот здесь эта работа уже проведена. А вот вишню, она рядом со мной, сильно не обрезают, потому что иначе начнется обильное выделение смолы, и это пагубно влияет на дальнейшее развитие дерева. Ранней весной, когда у нас идет обрезка плодового сада, нужно обязательно использовать такие средства защиты, как ранет. Они обеспечивают, они разные бывают, но в данном случае это ранет, это паста. Мы его используем для защиты среза, чтобы в ранку не проникали какие-то вредные патогены. В апреле в саду проводится много работ, в том числе черенкование, то есть размножение растений с помощью черенков. Для успешного завершения процедуры важно добиться укоренения черенка. Для укоренения черенка мы его помещаем в агроперлит. Раньше у нас не было таких удобрений, они появились достаточно недавно вообще на рынке. Он один из самых удобных именно при черенковании. Также необходимо защитить участок от садовых муравьев, это переносчики тли. Защититься от них поможет препарат Гром-2. Растения не страдают, а вот личинки муравьев гибнут. Весна – то время, когда можно задуматься о посадке новых многолетних культур. Для тех, кто хочет выращивать на своем участке вкусные и полезные ягоды, есть саженцы, клюквы, брусники и голубики. Хотя это, казалось бы, лесные ягоды, их можно с успехом вырастить и на огороде. Урожай они дают хорошие и совсем не требовательные. Например, клюква любит сухие, высокие места, не очень плодородную почву. Двухлетнее растение уже даст плоды. О ландшафтном дизайне в садовом центре появились очень интересные злаковые культуры. Сейчас актуально все, что близко к натуральному. А такие вот композиции позволят создать островки девственной природы на вашем участке. Злаковые культуры – отличное решение для декорирования неудобренных бедных участков земли. Они придадут местности неповторимые нотки, не требуя при этом ухода. Особенно хорошо будут смотреться у дорожек, скамеек, у декоративного пруда или рядом с камнями. Передо мной сейчас вот три вида осоки, три сорта. Осока волосовидная, видите, какой у нее интересный окрас. Осока пестролистная, сорт эверест, видите, какая она замечательная. А это вот ее цветение такое. Но она пока еще низенькая, а потом она будет разрастаться. И осока эверила, надземная часть такого желтого цвета, оттенка. Тут у нее такая особенность, она очень эффектно смотрится, особенно в контрастных каких-то композициях. И, конечно же, осока из злаковых, она наиболее нетребовательна. В природном условии прекрасно у нас чувствует в нашей средней полосе России. Еще, конечно, у нас есть и другие злаковые. У нас есть и водные какие-то, тростниковые, аир. Есть овсяницы разные и какие-то диковинные растения, которые совсем еще мало кто знает. То есть мы приглашаем всех приехать, посмотреть, ознакомиться с коллекцией. И, возможно, ваш сад заиграет новыми красками. Для тех, у кого нет сада и огорода, весна – время активной работы с комнатными растениями. Теперь поговорим о комнатных растениях. Чтобы они долго радовали вас своей красотой, их важно правильно пересаживать. Обычно это делается именно ранней весной, если, конечно, для этого есть необходимость. Например, если цветок разросся, и ему, очевидно, требуется горшок побольше. Или в том случае, если вы только приобрели растение. Первый шаг – выбор грунта. Существуют универсальные смеси и специальные под тот или иной вид растений. В них правильно подобран минеральный состав, кислотность, структура почвы. Это хлорофитом кучерявый. Я возьму не один хлорофитом, а два, чтобы у меня был сразу пушненький кустик. Я вот выбираю горшок. Смотрите, он у меня идет с поддоном. И у меня есть дырочки. Мы делаем обязательно дренаж. Это тоже очень важно. До этого подойдет вполне керамзит. Он отводит лишнюю воду от растения. Я взяла крупный достаточно дренаж. Надо вот это учитывать. В данном случае у меня помельче фракция. Вот она такая вот. Небольшое количество. Сантиметров 2-3 сантиметра. При неправильном режиме полива корневая система постоянно подмокает. И в итоге растение гибнет. Теперь я должна добавить плодородный грунт. В данном случае я беру универсальный цветочный для всех комнатных цветов. Он уже имеет сбалансированные у нас питательные вещества. По составу это верховой тоф, низины, песок, доломитовая мука, дренаж керамзитовый, комплексное минеральное давление с микроэлементами. Ну то есть все у нас в полном балансе. Причем нужно учитывать, что этот грунт уже готовый. Его не надо ни пропаривать, ничего с ним дополнительного, какие мероприятия проводить. Пропаривать землю необходимо, если вы набрали ее на улице. Горячий пар уничтожает личинок и возбудителей многих болезней. Это технический горшок. Грунт здесь сам по себе не питательный. Мы его должны счистить. Но аккуратно, чтобы не повредить корневую систему, мы его счищаем аккуратненько. И вот здесь вот смотрим, чтобы у нас по высоте все было должным образом. Вот я здесь немножко много добавила. Сейчас я буду уменьшать. И второе растение тем же самым путем. Немножко уплотняю, потому что она в любом случае будет уплотняться, земля. Я это делаю уже заранее. Все. Значит, я поместилась сюда. Дальше что мы делаем? Мы должны позаботиться о том, чтобы у нас не развивались почвенные мошки. Это те самые мошки, которые у нас распространяют грибные заболевания. Сами по себе они безвредны. Но вот именно за счет того, что они являются переносчиками, они в итоге становятся очень опасными для комнатных растений. Защитить растения от мошек поможет препарат Гром-2. Он совсем недорогой, но очень эффективный. Буквально щепоточку, прям очень маленькое количество в перчаточках. Мы добавляем в грунт и немножечко взрыхляем на 2-3 сантиметрика. Буквально в двух местах этого будет вполне достаточно. В принципе, мы могли также в этот субстрат добавить вермикулита, буквально горсточку. Это минерал, который можно перемешать с землей, и впоследствии он будет аккумулировать влагу, если растению станет ее не хватать. Таким образом можно защитить цветок от пересушивания. Растение у нас, по сути, сейчас перенесло стресс. Нам нужно сделать внекорневую обработку. То есть это не под корень, а мы именно по листу даем. Я сейчас буду опрыскивать антистрессовым препаратом HB с добавлением жидкого мыла зеленого. Никаких сейчас удобрений я дополнительных не добавляю, потому что у нас все самое главное, чтобы растение укоренилось. И все, вот так вот проливаю. Всегда, когда мы высаживаем растение, важно очень хорошо проливать, для того, чтобы у нас корневая система обволакивалась грунтом. Таким образом у нас корневая система лучше адаптируется. И хорошо потом разрастается, чувствуется. Вот мы все сделали правильно. И теперь, чтобы наша влага у нас сохранялась, и чтобы растение еще лучше себя чувствовало, мы можем добавить мох в сфагнум. Я уже много лет использую данный прием. И хочу сказать, что он очень эффективный. И растение действительно намного лучше себя чувствует. Можно, кстати, мульчировать не только мхом, но и, например, керамзитом, тем же самым, которым мы как дренаж использовали внизу. Но вот я очень люблю именно мох. Такое растение, оно жизнеспособно. Следующую обработку мы проводим через 2 недели. И уже помимо антистрессовых препаратов, HB, это может быть и Пинэкстра, мы добавляем еще и делаем подкорку органическими одобрениями. Кстати, в домашних условиях можно вырастить очень много и даже собрать урожай клубники. Об этом мы вам обязательно расскажем в одном из следующих выпусков. Удачи на даче! Редактор субтитров А.Семкин